Александр Цибульский обсудил со своим заместителем Натальей Сидоровой вопросы реализации послания президента России в сфере образования. В ходе встречи глава региона поручил профильному вице-губернатору в ускоренном порядке приступить к реализации основных положений послания президента Федеральному собранию, которые глава государства Владимир Путин озвучил 15 января. Как отметил в ходе встречи Александр Цибульский, в послании президента было два принципиально важных вопроса по образованию. Первый – это введение федеральной доплаты за классное руководство. Я хочу, чтобы вы сейчас максимально оперативно эти вопросы отработали. Что я предлагаю? Я предлагаю, во-первых, посмотреть возможность. Мы же в свое время с вами, помните, принимали решение о возвращении доплаты классным руководителям за счет регионального бюджета. Вот эта доплата, безусловно, должна сохраниться. И она должна быть дополнительной. И, собственно, об этом сказал президент. И я предлагаю вам посмотреть еще, с учетом того, что время идет, действительно подросли цены, может быть, нам посмотреть индексацию региональной части выплаты за классное руководство. Она у нас, по-моему, в районе полутора тысяч рублей. Ну, посмотрите, насколько мы можем ее проиндексировать, чтобы она в дополнение с федеральной уже давала более ощутимую сумму. По второму направлению, которое было озвучено президентом в ходе послания, Александр Цибульский поручил дополнительно проанализировать, как организован процесс обеспечения школьников в окруженных общеобразовательных учреждениях горячим питанием. И в случае необходимости рассмотреть возможность предоставления бесплатного питания не только всем ученикам начальных классов, но и основной школы. Мы, безусловно, выполняем поручение президента по обеспечению детей младших классов, но при этом давайте еще и посмотрим, какое количество детей сегодня у нас пользуется бесплатным питанием и сколько детей на условиях софинансирования. Посмотрим примерные затраты родителей на одного ребенка и подумаем, может быть, нам здесь тоже, по крайней мере, принять такое решение для семей, семей, у которых два и более ребенка, потому что понятно, что это приводит к большему расходу. В настоящее время право на бесплатное питание в государственных образовательных организациях Ненецкого округа имеют несколько категорий обучающихся. Так, питание за счет средств окружного бюджета получают школьники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Также право на бесплатное питание имеют обучающиеся по очной форме обучения за счет стрессов окружного бюджета в профессиональных образовательных организациях, из числа лиц среднедушевой доход семей которых не превышает однократной величины прожиточного минимума, школьники, проживающие в пришкольных интернатах и общежитиях профессиональных образовательных организаций округа. Предложения по реализации дополнительных мер поддержки семей в системе образования будут представлены главе региона в течение ближайших двух недель.